И она прямо вот так течет по окну, по стенке и дальше. Наводнение в квартире Тамары Владимировны – привычная картина. От постоянной влаги на стенах и потолке образовалась плесень. Убрать зеленый налет хозяйке не удается никакими средствами. Пошла даже на кардинальные меры. Закрыла старые стены новыми с помощью гипсокартона. Вновь неудача. Спокойная жизнь здесь закончилась, уверяет пенсионерка после замены водостоков. По мнению Тамары Владимировны, мастера совершили фатальную ошибку. На две трубы поставили меньше, чем было изначально. С тех пор вода – частый гость верхних этажей. Норма – пять водостоков на дом. Но вот у нас тут два и тут два. А поглядите, от того водостока до этого водостока какая площадь. Представьте, и надо же собраться куда-то водя. Представьте, какого размера крыша. Она же не маленькая, там же не маленький квадратик. Недочеты, говорит женщина, не только в отсутствии тех самых труб. Другие, уже установленные, тоже вызывают ряд вопросов. Например, вот эта. Ее почему-то мастера установили не на стык и под небольшим наклоном. Так что дело тут, похоже, труба. Смена темы. Центр города, улица Пролетарская. Обращают здесь на себе внимание вот эти знаки. Точнее, их отсутствие в правилах дорожного движения. Есть другой похожий, но другой. В правилах он стоит под номером 527. Зона с ограничением стоянки. Вот он у меня в руках. Его действие распространяется на обе стороны дороги. Отменить его не может ни один знак, кроме точно такого же в черно-белом оформлении. Подобные кресты, со словом «зона», что сейчас установлены на Пролетарской, до недавнего времени стояли и на Брестской. Тогда, после серии репортажей в программе «Коммунальный патруль», их заменили на обычные кресты уже без слов. Удивительно, как дорожные службы могли изготовить и установить знаки, которых нет в ГОСТах, для водителей осталось загадкой. Есть мнение, что специалисты сами их усовершенствовали. Другое дело, как сотрудники полиции трактуют их, и что пишут в протоколы, то же вопрос, говорит юрист Артем Чаузов. Знак 327, остановка запрещена. Запрещает остановку, а следовательно и стоянку транспортных средств. То, что данный знак сделали прямоугольным и обозначили зону, ну, видимо, решили применить аналогию права, как со знаком 527, зона ограничения стоянки. При этом запретить на данном участке дороги остановку по обе стороны дороги, тем самым разгрузить автотранспортный затор на данной улице. Но прямого значения данного знака в правилах дорожного движения нет. Ждем реакции на этот материал дорожных служб. Специально для этого еще раз проговорим свой телефон. Он у нас прежний, 722-301. Сколько еще подобных знаков установлено на улице города, неизвестно. Если вы встретили такое, хотите рассказать нам об этом? Все тот же номер 722-301. Также принимаем звонки о жалобах на коммунальные службы. На этом все. Представляемся. Кирилл Политов, по ту сторону камеры, Алексей Фризин, информационный канал «Город».